Соревнования такого уровня по тэквондо Сочи действительно принимает впервые. Впервые и рекордное количество участников. Тысячу спортсменов из 50 регионов страны привлекла Олимпийская столица, уверены судьи. Есть на этот раз у тэквондистовый особый стимул. Победа на данных соревнованиях гарантирует не только звание чемпиона России, но и возможность попасть в сборную страны. Дополнительного отбора нет по итогам соревнований. Чемпионат России. Первые номера однозначно в состав сборной включаются. Вторые номера обсуждаются, естественно, и по итогам предсоревнованных сборов сборная будет уже сформирована, подготовлена. Но основной отбор, конечно, здесь. Это и звание чемпиона России, возможно, выступать на чемпионате Европы и мира в этом году. Цель попасть в сборную поставила и петербурженка, заслуженный мастер спорта Мария Лында. На счету спортсменки несколько медалей высшей пробы. Но на чемпионате мира она была лишь второй, поэтому здесь Мария планирует показать все, на что способна. Сегодня спортсменка отличилась в техническом комплексе «Туль», где спортсмены используют атакующие и защитные движения с воображаемым противником. Как правило, все говорят, когда единоборство, значит, бои, спарринги. То есть никто даже понятия не имеет, что у нас есть такой вид, как «Тули», технический комплекс, спецтехника, силовое разбивание, командные виды. Поэтому, на мой взгляд, это многоборье. И люди, которые занимаются нашим видом, они уникальны. То есть они умеют делать все. Среди фаворитов 26-го чемпионата России, 23-го первенства страны – сборная Краснодарского края, в которую вошли несколько сочинцев. Местные тэквондисты обязаны блеснуть, уверены тренеры. Сочинская школа считается одной из сильнейших в регионе. Конечно, мы рассчитываем, что из нашей сборной команды, особенно Сочи, кто-то станет даже и чемпионом. У нас в городе Сочи, конечно, условия все позволяют для того, чтобы наши спортсмены выигрывали на таких соревнованиях и продвигали этот вид спорта не только в Сочи, а и в Краснодарском крае. Завтра день спаррингов. Фан назовут имена чемпионов 21 февраля. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.